Привет, народ! В Steam две новости, одна плохая, другая хорошая. Обе новости связаны с Россией, и, наверное, стоит начать всё же с хорошей. Хорошая связана с тем, что самые страшные декабрьские предсказания, связанные с тем, что Вот скоро в Steam исчезнет рубль! Скоро российским пользователям придётся покупать игры в Steam за доллары! И вообще, короче, полный апокалипсис нас всех ждал. Я сам выпускал декабрьское видео, говорил там Это последняя распродажа! Закупайтесь быстрее! Скоро всё будет очень плохо, в Steam и вообще везде мы все этого ждали. Ну, как ждали, опасались, были готовы к этому, уже, скажем так, одевали броню и так далее, да? Но не случилось, не случилось, во-первых, конечно же, по первой причине, из-за того, что Рубль перестал падать в Тартарары, это резкое падение, которое всех напугало в начале декабря. Оно было единичным. Потом Рубль немножко даже поднялся, сейчас продолжает падать, но, по крайней мере, он стабилизировался. Сейчас не происходит таких полётов в ад стремительных. Нет никакой паники, нет никакого хаоса, и, несмотря на то, что курс валюты всё ещё довольно плачевный, и, скорее всего, будет долгое время плачевным для нас, для россиян, тем не менее, никаких панических настроений уже не наблюдается, и в том числе и в Steam. И, возможно, действительно, эта новость, которую сейчас можно теперь называть слухом, можно её назвать, наверное, такой неоправданной, неоправданной паникой, но на самом деле она была оправдана, потому что курс валют падал, и были опасения, связанные именно с курсом валют, а не с какими-то там поступками Valve и так далее. Valve подстраивается, естественно, под курс валют, подстраивается под то, что происходит в мире. Естественно, никакой вины на них не должно накладываться за то, что происходит с экономикой. И поэтому эта новость действительно, скорее всего, имела под собой реальную подоплёку, реально могла вылиться в итоговый результат, если бы что-то продолжалось плохое с курсом валюты, кардинально плохое. Но в итоге кардинальных мер, из-за того, что кардинальных падений курса не продолжились, кардинальных мер Valve и не стала преподносить, преподнесла лишь одну меру, связанную с тем, что российским пользователям до сих пор нельзя дарить игры в Steam, другим пользователям, не дарить, а именно обменивать подарки. Это вообще только против барыг, а против обычных пользователей на самом деле ничего в итоге и не было сделано. Valve стараются удержать руку на пульсе России, на пульсе российского рынка, и это отлично на самом деле. Да, мы всё больше видим игр, которые стоят в Steam больше тысячи рублей. Да, вот сейчас можете наблюдать в магазине, все топовые игры, можно сказать, тысячи рублей и больше. Редко, редкие издатели сейчас не ставят цену в этом районе, да, и становится таких игр всё больше. Это правда, это настоящий процесс, и, скорее всего, он будет продолжаться. Ну, по крайней мере, согласитесь, что это лучше, чем то, чтобы если мы заходили в Россию, находясь в России, живя в стране, в которой валюта рубль, и только она должна быть главной, заходя в магазин Steam, находясь в России, мы бы видели игры, которые продаются за 50 долларов, как в США, за 60 долларов, даже за 40 долларов. Это всё было бы куда хуже. И даже если бы это было бы показывалось не в долларах, а в рублях, но именно была бы эквивалентная эта рублёвая цена, долларовая цене в США, ничего бы хорошего из этого не получилось, естественно. И поэтому мы должны радоваться тому, что происходит. Мы в итоге всё равно не можем ничего сделать, согласитесь, кардинального. И поэтому должны радоваться хотя бы тому, что не случилось самое худшее. И то, что там сейчас цены везде на всё подорожали, что уж тут говорить, и то, что цены, естественно, дорожают и в Steam, это, знаете ли, понятное дело. Здесь нельзя ничего такого сделать, и нельзя говорить, что Steam хуже, чем что-либо. Это логичный исход, логичный исход, и исход даже положительный в сложившейся ситуации. Поэтому эта новость всё же, на мой взгляд, конечно, хорошая. Но отсюда, от этой хорошей новости, относительно хорошей новости, связанной с тем, что ничего плохого не случилось, мы должны перейти к плохой новостью, связанной не со всей Россией, но так как Россия всё же едина, как мы все говорим, мы должны сказать, что эта новость плохая для всей России, несмотря на то, что относится только к жителям Крыма. Да, весь 2014 год на Россию накладывались санкции с Западом, особенно это касалось Крыма, и в итоге сейчас это вылилось в том, что в итоге это коснётся даже цифровой дистрибьюции, казалось бы, такой святой платформы, как игровой, казалось бы, невинной. Игры, кому они нафиг нужны, да? Но санкции США 20 декабря введённые, обязывают все американские компании прекратить торговые операции с Крымом, прекратить торговую деятельность с Крымом вообще, закрыть все компании, которые в Крыму, а не американские, если их закрывают. Всё, их деятельность закрывается. Казалось бы, при чём тут Steam? Они же не находятся в Крыму, там не ведут какие-то торговые продажи, там всё такое, да? Это вообще цифровой интернет, боже мой! Но компания всё же Valve американская, и, видимо, эти санкции распространяются в том числе и на компании, которые ведут именно цифровую торговую дистрибьюцию. Что тут поделать? Ничего не поделать. Опять же, Valve заложники системы, заложники системы в данном случае американской, да? И поэтому по такому обязательству, по таким санкциям введённым, Valve обязана прекратить торговую деятельность с Крымом, со всеми жителями Крыма, и таким образом планируется, это важное слово, планируется, отключить возможность всем жителям Крыма покупать что-либо в Steam, то есть покупать игры, проводить операции на торговой площадке, проводить любые операции, связанные с деньгами. Она каким-то образом будет отключена. Это возможность для жителей Крыма, для людей, находящихся в Крыму и пользующихся Steam там, в этом регионе. Региональное ограничение, довольно сильное, скажем так, максимальное даже, можно сказать, ограничение, потому что Steam, в первую очередь, что? О, когда мы говорим, что такое Steam. Steam — это магазин игр, правильно? Мы так говорим обычно. И, соответственно, функцию магазина отключают для жителей Крыма. Это серьёзная, знаете ли, санкция для всех пользователей Steam. Опять же, сказал слово «планируется» я не просто так, потому что это всё неофициально, как и с той новостью, которая связана была с тем, что скоро в Steam ведут рубли. Здесь нет никаких официальных источников, есть, скажем так, только полуслухи и слова от людей, от людей, которые имеют довольно весомое мнение, то есть, действительно, слова, которые нельзя просто так проигнорировать, не сказать, что «О, это всё газетенки жёлтые, там чё-то придумали, чё-то придумали». Нет, скорее всего, действительно, за этим есть подоплёка. Не просто так всё это выдумано. Может быть, конечно, это всё и не оправдается. Будет... Я скажу «Молодцы, отлично, хорошо, что не оправдалось». Но ведь никто... Никто не запрещает как раз именно предостеречь пользователей, подготовить их к возможному исходу событий. И поэтому нужно быть готовым жителям Крыма, особенности, что, возможно, во второй половине января, скорее всего, отключат возможность покупать игры в Steam для жителей Крыма. Не случится? Ура! Случится? Вы были к этому подготовлены. Собственно, вот такая... Я считаю, что вот так правильно относиться ко всему этому, к новостям, которые не имеют под собой официальных источников, пока что не имеют, но в то же время уже имеют довольно такое... что... довольно большую опору, большую, чем просто слухи. Поэтому к таким новостям стоит относиться. Соответственно, да, нужно быть готовым, что в Steam отключат возможность для жителей Крыма покупать игры. На этом и всё. На этом и всё. Собственно, довольно грустная новость, связанная, опять же, со всем вот этим... Ох, как назвать-то я даже не знаю. Со всем этим... шумом. Назовём его так. Назовём шумом, который создаётся в этом мире, начиная с 2014-го... 2000-го... Да, блин, создаётся он всегда, но особо коснувшийся России в 2014-м году и продолжающийся касаться сейчас. Да, это мы называем мы сейчас так. И Крым, как вынужденные страдальцы, как их называют многие сейчас, именно должны даже страдать и простые игроки, которые хотят покупать игры в Steam. Казалось бы, как я и сказал, невинные области, да? Но посмотрим, как всё в итоге это разрешится. Будут ли сняты санкции? Может быть, всё же Steam каким-то образом увернётся от этого? В итоге... В итоге же ситуации не происходит на самом деле ничего страшного. Я тут навожу опять, как обычно, панику. Нравится мне, возможно, наводить так делать. Но на самом же деле ничего страшного не происходит, даже для жителей Крыма. Да, отключат возможность покупать игры в Steam. Во-первых, многим это вообще не нужно. Многие это даже не заметят, как и какие-то любые другие исчезновения американских компаний из Крыма. Но, тем не менее, это, конечно, всё же для тех, кто именно пользуется Steam, наверное, что-то значит. Но даже для них это не является чем-то... Всё. Steam закончился для Крыма. Нет, ведь... Игры играть можно. Пользоваться Steam-сообществом можно. Соответственно, пользоваться Steam-сообществом можно. Можно сказать своим друзьям из других регионов страны, или вообще из других каких-либо стран, сказать, «Ребят, купите мне игру, я вам деньги отдам другим способом». Таких способов сейчас много. «Купите мне игру, я вам деньги отдам Steam». «Подарите её». «Подарите игры всё ещё можно с жителем Крыма». Это не операция с деньгами, так что этот функционал никто отключать не будет. И любой другой функционал, не связанный с деньгами, никто тоже отключать не будет. Поэтому, опять же, вывернуться всегда можно. А русский человек, он всегда выворачиваться умел, и поэтому ничего ужасного не происходит. Всё нормально, всё хорошо. И новость хоть и плохая, конечно, грустная, но в тёме временем не убивающая нас всех. И, естественно, никто из-за неё плакать не страдать не должен. Покупать игры всё ещё можно, пусть и другими способами для жителей Крыма. Пока что, тем более, возможность эта не отключена. Отключена ли будет ещё, тоже неизвестно. Просто нужно быть к этому готовым. Поэтому живём нормально и живём. Конечно, с ограничениями. Конечно, может от этого быть грустно. Но, тем не менее, функционал у нас для выкручивания, выворачивания из ситуации всегда имеется. В том же Steam имеется. И поэтому, наверное, Steam не будет делать так, чтобы душить, душить Крым. Никакой политики такой именно Steam вести не будет. Запретит покупать игры, но не запретит пользоваться остальным функционалом для Крыма. Никакие санкции не могут позволить заставить Steam запретить, забанить вообще крымских пользователей. Такого, конечно же, не будет. Поэтому, ну, санкции введены. Санкции касаются даже Steam'а. Касаемые, да, вот эти. Ну, что поделать. Но, это же не Valve. Не надо их ругать. И поэтому, соответственно, собственно, опять же, Steam' в данном случае нельзя считать каким-то злом вселенским. Они подстраиваются под систему и иногда вынуждены под нее подстраиваться. Поэтому новость, казалось бы, и плохая, но воспринимать ее в штыки не стоит. Это я и, наверное, и хотел сказать. Но во всем остальном, опять же, есть плюсы, то, что хотя бы, по крайней мере, для всей России и для, получается, для друзей, возможно, тех людей, которые живут в Крыму, для друзей этих людей не отключена возможность покупать игры по относительно выгодным ценам. Поэтому живем и все нормально. На этом, наверное, сегодня все. Будем следить, продолжать за новостями в Steam. Будем ждать, естественно, официального опровержения или официального подтверждения новости, связанной с запретом покупки игр в Крыму. Это, конечно, важно. Это всех касается, потому что Крым часть России. Ну, по крайней мере, так считают именно россияне. Так что, наверное, мы должны следить за тем, что касается части нашей страны. По крайней мере, части страны, потому что часть страны может потом превратиться во всю страну. Правильно? Мы должны думать и так, в том числе. Поэтому будем продолжать следить за этими новостями. Будем узнавать, чем Steam будет радовать или печалить, вынужденно или не вынужденно. Естественно, будем продолжать держать руку на пульсе. Ну, а на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр и пока что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok